Всем привет! Это Виталий. Что общего у магии и математики? Есть такая вещь, которой известна человечеству уже 4000 лет, но до сих пор остается простой, шокирующей и таинственной. Эта вещь называется «магический квадрат». Его можно найти в древней архитектуре и средневековом искусстве. Магическими квадратами называли планеты и возводили в разряд культа. Тысячи людей потратили жизни, вычисляя магические квадраты. Сотни тысяч до сих пор играют судоку. Что же такое магический квадрат? Откуда он возник? В чем его магия? И самое главное, как с его помощью можно разыграть друзей, показывая математическую магию? Это жизненная математика. Обязательно подписывайтесь, смотрите до конца, сегодня будет новый конкурс. Поехали! Магический квадрат — это квадратная таблица, заполненная последователями натуральными числами. Так что сумма по каждой строке, каждому столбцу и в обеих диагоналях равна одному и тому же числу, который называется магической константой. Магических квадратов размера 2 на 2 не существует, можете проверить. Посмотрите на вот этот квадрат размера 3 на 3. Всего 9 клеток, заполненных числами от 1 до 9. Магическая константа равна 15. Кажется, что это какая-то магия. Каждое число используется только один раз, но как ни смотри, сумма со всех сторон одинакова. Это реально какая-то мистика. Этот квадрат называется квадратом Ло Шу. Считается первым известным магическим квадратом в истории. По легенде, 2200 лет до нашей эры был сильнейший разлив реки Ло, притока Хонхэ, который уничтожил все посевы. Люди приносили жертвы реке, чтобы успокоить ее гнев, но не знали, сколько нужно жертв. Во время одного из разливов люди заметили черепаху, на панцире которой был изображен вот этот магический квадрат. Правда, вместо чисел были точки. Сумма по строкам, столбцам и диагоналям была равна 15. И именно столько жертв успокоило великую реку. С этого началась магия. За 200 лет до нашей эры магические квадраты в Китае начинают появляться уже в текстах, а не только в легендах. Сначала в Китае, потом в Японии, в основном используются в астрологии. Первый дошедший до наших дней квадрат 4х4 был найден в Индии. Квадрат использовался для определения приготовления духов, из 16 компонентов используют только 4. В XII веке магический квадрат 4х4 был изображен в храме Паршванадха в городе Хаджурахо в Индии. Сумма по строкам, столбцам и диагоналям равна магической константе 34. Но что еще интереснее, такой квадрат называется дьявольским, пандиагональным или самым совершенным магическим квадратом. Что это значит? Если свернуть таблицу в Тор, то сумма по всем диагоналям также будет равна 34. Для простоты поставьте две таблицы рядом, и вы увидите магию. Для совершенных магических квадратов сумма по строкам, столбцам, диагоналям и так называемым ломаным диагоналям равна магической константе. То есть 34 для квадратов 4х4. Всего есть 384 дьявольских квадратов 4х4. В то время как общее количество магических квадратов 4х4 равно 880. Наконец, в средние века через Византию магические квадраты пришли в Европу. В средние века это расцвет алхимии, мистики, нумерологии, охоты на ведьм. Ну и куда же без магических квадратов? 1514 год. Альбрехт Дюрер, немецкий представитель эпохи Ренессанса, создал гравюру, которая вся пропитана символизмом. Она называется меланхолия. Но наиболее таинственный элемент это магический квадрат 4х4 в правом углу гравюры. Квадрат 4х4, сумма каждой строки, столбца и диагонали равна магической константе 34. Но и это не все. Сумма чисел во всех угловых квадратах в каждом углу также равна 34. В центральном квадрате, квадрате из угловых клеток, квадратах, построенных ходом коня, вершинах прямоугольников, параллельных диагоналям, сумма пар клеток на противоположных сторонах, повсюду магическая константа 34. Кроме того, нижние два числа в среднем ряду это год создания гравюры. 1514. Вот такая вот математическая магия. Магические квадраты также сопоставляли с планетами. Для каждой планеты был магический квадрат своего порядка. Примерно в это же время к магическим квадратам начали подключаться и математики. Пьер Ферма, тот самый известный, задачу которого решали 300 лет, говорил, что не знал ничего более прекрасного в арифметике, чем эти числа, которые некоторые называют планетными, другие математическими и используют как талисманы. Начался бум магических квадратов. Многие математики пытались и пытаются решить две ключевые задачи. Найти общий метод построения магических квадратов и описать все возможные магические квадраты. Сотни лет попыток, тысячи магических квадратов и различные подходы, но до сих пор эти две задачи не решили никому. Есть много способов, как построить магические квадраты различного вида. Но нет единого общего способа построения всех квадратов. Кроме того, количество магических квадратов растет очень быстро. Квадрат 3 на 3 всего один с точностью для перестановок. Это тот самый квадрат Ло Шу с панциря черепахи. Квадратов 4 на 4 — 880, 5 на 5 — почти 275 миллионов. Количество квадратов 6 на 6 — примерно 10-19, или около 10 миллиардов миллиардов. Но сколько квадратов 7 на 7 и квадратов большего размера до сих пор неизвестно, кроме того, что их очень много. Бенджамин Франклин, известный некоторым как человек на 100-долларовой купюре, один из отцов-основателей Соединенных Штатов, подписывавший Декларацию независимости и Конституцию, автор афоризма «Время и деньги», он также был ученым и математиком в свободное время. Франклин построил очень интересный магический квадрат размера 16 на 16, которым сильно гордился. Сумма по любой строке, столбцу или диагонали равна 2056. Это магическая константа. А если вырезать квадрат-дырку размера 4 на 4 и накладывать его на любые клетки большого квадрата, то сумма всегда будет равна 2056. Магия. Сам Франклин называл этот квадрат самым магически-магичным из всех магических квадратов, когда-либо сделанных магами. Не путать с маговыми. С появлением компьютеров гонка магических квадратов получила новый виток. Что может быть лучше, чем заставить компьютер перебирать все возможные квадраты, чтобы найти магические? Более того, даже в наше время появляется что-то новое в магических квадратах. В 2001 году британский инженер Ли Селлоус предложил геомагические квадраты, которые используют вместо чисел геометрические фигуры. Простая и наглядная идея. Вместо чисел нужно объединять фигуры, так, чтобы сумма всех фигур была бы равна одной и той же фигуре. Попробуйте. Ну что, подошли к самому главному. Как все-таки построить магический квадрат и как шокировать друзей? Способов есть много. Для разных размеров и типов квадратов. Например, метод террасы, индийский метод, метод маскапула, метод тальфила, метод траусбола, индуктивный метод. Для тех, кто хочет подробно разобраться во всем, в описании будет много полезных ссылок. А для тех, кто хочет быстрый способ, Франсуа Люка, французский математик, придумавший, кстати, известную головоломку про Ханойские башни, изобрел универсальную формулу для построения квадратов 3 на 3, задав всего лишь 3 числа. Квадрат получается следующий. Вам осталось всего лишь заменить АБЦ числами. Наконец, гвоздь программы. Небольшое читерство, но можно легко шокировать всех друзей, построив магический квадрат размера 4 на 4. Мэтт Паркер рассказывал про это на канале Numberfield. Правда, этот квадрат не классический, то есть числа непоследовательные от 1 до 16. Но сумма по строкам, столбцам и диагоналям всегда одинаковая. Это достаточно для того, чтобы всех шокировать. Итак, два шага. Первый шаг. Сначала спросите у кого-нибудь его возраст. Если возраст меньше 21, умножьте на 2. Допустим, кому-нибудь 25. На втором шаге начинайте с умным видом выписывать числа, как будто вы что-то подбираете. И вуаля! Вы получаете магический квадрат. Сумма каждой строки, столбца и диагонали равна вашему задуманному числу из 25. Но как это сделать? Очень просто. Почти все числа, на самом деле, известны заранее. Поэтому вы их можете просто сразу выписать. А 4 числа нужно посчитать, вычти из задуманного числа несколько других. В итоге получаете универсальный способ, где магическая константа — это только что названный возраст. Магия. Чтобы числа все были неотрицательнее, нужно, чтобы загаданное число было больше 21. Поэтому, если оно меньше 21, нужно умножить на 2, чтобы попасть в диапазон. Но все все равно будут в шоке, даже если вы будете умножать на 2, если возраст меньше 21. Вот такая вот магия. Кто-то скажет, стойте, но ведь эти ваши магические квадраты — это же обычные судоку. Действительно, что общего у магических квадратов и судоку? На самом деле, судоку иногда и называют магическим квадратом. Но все-таки это немного другое. Хотя связь очень близкая. Оказывается, судоку придумал математик Леонард Эллер еще в 18 веке, когда изобретал способ построения магических квадратов. В то время судоку называлось латинскими квадратами. В 1970-х годах в США из латинских квадратов сделали популярные головоломки, которые в какой-то момент начал публиковать один японский журнал, откуда судоку разошлось уже по всему миру и стало мировым феноменом во многих странах, а не только грозой всех электричек в России. В отличие от магических квадратов, судоку — это таблица 9 на 9, которую нужно заполнить так, чтобы каждая цифра от 1 до 9 встречалась в каждой строке и в каждом столбце только один раз. То есть никакой суммы считать не нужно. Поэтому судоку — это все-таки не магический квадрат, но очень близкий родственник. И появилась судоку благодаря магическим квадратам. Хорошо, хорошо, мы поняли. Магические квадраты красивые, кто только их не придумывал, есть много способов, но все-таки нужны они где-нибудь помимо развлечений для ума. Во-первых, магические квадраты часто использовались как талисманы, например, олицетворяющие планеты. Тот самый магический квадрат Ло Шу лежит в основе философии Фэн Шуй. А во-вторых, как и многое из теорий чисел, магические квадраты используются в криптографии, например, для шифрования изображений. Ну что, слишком много магии и квадратов. Какие три вывода из всей этой истории? Во-первых, магический квадрат — это квадратная таблица, в которой сумма по каждой строке, столбцу и диагонали равна одному и тому же числу — магической константе. Во-вторых, две главные задачи — найти общий способ построения и сколько всего квадратов — до сих пор не решены. Для квадратов 3 на 4, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6 — ответ мы знаем. А для больших размеров сколько всего квадратов — неизвестно. Но есть много специальных способов построения определенных квадратов. Наконец, в-третьих, магические квадраты — это такая математическая магия, которая поражала людей тысячи лет назад и поражает сейчас. Люди боялись и восхищались магическими квадратами. Что же это такое? Особенность нашего мира? Или какой-то баг в матрице? Похоже, нужно сначала все-таки разобраться с матрицами. Скоро все будет, не пропустите. Вот такая жизненная математика. А сейчас новый конкурс. Приз — книга про магические квадраты. Условие следующее. Напишите в комментариях или присылайте на почту в Инстаграм, куда хотите ответ на следующий вопрос. Какой магический квадрат вас поразил больше всего и почему? У кого будет самая креативная или жизненная история, получит вот эту вот книгу о геомагических квадратах, того самого Ли Селлоуса, который их придумал. На русском этой книге, к сожалению, нет. Но есть только на английском. Ну, математика, а тем более магические квадраты — язык международный. Люди даже на черепахе разобрали магические квадраты. Так что, надеюсь, книга с цветными картинками точно будет понятна даже на английском. Так что не стесняйтесь, присылайте ответы. Очень жду ваших историй. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!